Максим Галкин, известный российский пародист и юморист, который по долгу службы пересекался с Владимиром Зеленским еще до его политической карьеры, был недавно внесен в список людей, предоставляющих угрозу национальной безопасности Украины. В результате артисту запрещен въезд в Украину, а фильмы с его участием лишатся лицензии на право распространения и показа в стране. Ограничения в отношении этого человека начались 3 ноября 2021 года, но информация об этом появилась на официальном сайте Минкульта 4 ноября. Галкин занял 259 место в черном списке тех, кто предоставляет угрозу национальной безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сразу же отреагировала на появление Галкина в этом списке. Нацбезопасность Украины находится под угрозой. Ей угрожают российские комики. «Украинские комики, видимо, больше не могут защищать независимость. Все ушли в политику», — заявила она. Также это прокомментировал и российский губернатор Пушков. По его мнению, Украине не стоит обижаться на обычной пародии. «Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?» — написал он. Также популярное украинское издание заявило, что комик унизил украинский язык в одном из своих видеороликов и прочитал переработанную версию стихотворения Тараса Шевченко «Завещание». Пародисту не понравилось, что гости его шоу говорили об Украине. Инцидент произошел во время съемок музыкального проекта на YouTube, в котором два певца, известные в разные эпохи, оценивают творчество современных артистов. Студию посетили украинские артисты — Никита Джугурда и Киев Стонер. Сначала Галкин попросил гостей изменить настройки, чтобы они вернулись на русский язык, а затем прочитал известное переработанное стихотворение украинского поэта. Джугурда в это время эмоционально прочитал строчки песни «Дух Украины», но ему не дали дочитать до конца. Судя по записям выступлений комика, его позиция по Украине весьма неоднозначна. В одном из своих монологов Галкин возмутился тем, что в России все про Украину и Украину. Советские времена вернулись в худшем смысле этого слова. Министерство культуры Украины по рекомендации службы безопасности внесло более 30 российских субъектов в реестр лиц, которые могут угрожать национальной безопасности. По данным СБУ, в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, добавлено еще 32 российских субъекта, заявили представители украинского министерства. На данный момент точный список граждан России, попавших под новые киевские ограничения, неизвестен. Причина, по которой украинские артисты попадают под ограничения, также не указывается.